13.06 в Кирове на студии НФМ программа «Особое мнение». Меня зовут Юлия Афанасьева. Напротив меня сидит Дмитрий Курдюмов, един в двух лицах, секретарь общественной палаты Кировской области и главный врач Центра травматологии, ортопедии и нейрохирургии Дмитрий Александрович. Добрый день. Добрый день. Я рада вас видеть в студии. Наверное, вначале я по традиции напомню, как можно с нами связаться. Во-первых, это сайт эхакирова.ру, где можно нашим спикерам задавать вопросы. И, во-вторых, это можно делать в Твиттере, в частности, в моем. По ходу программы самые интересные вопросы мы стараемся озвучивать. Итак, у нас есть сегодня три вопроса на сайте. Я начну с них. Первый вопрос от Инны. На сайте вместе киров.ру, который продвигает общественная палата, появилось обращение с требованием к городским властям провести общественное слушание по поводу установки колесообозрения на театральной площади. Подпишите ли вы это требование? Я отвечу таким образом, что на последнем совете общественной палаты мы приняли решение обратиться в администрацию города Кирова, чтобы эти слушания были проведены, да и соответствующее письмо было направлено. Кроме этого, будучи разработчиками интернет-портала сайта вместе киров, мы следим за тем, как идет выдвижение инициатив. И с момента подписания соглашения между администрацией города Киров и общественной палатой инициатива стала, в смысле, в жизни 366. Да, но подписание было 217. И есть новая инициатива, и основные из них как раз провести общественное слушание по установке колеса на театральной площади. Причем совершенно две одинаковые инициативы. Одна провести, вторая отменить. Но, естественно, вопрос неоднозначный. Мы написали соответствующее обращение, предложение в администрацию, ждем ответа. Предложение как раз о том, чтобы провести общественное слушание. Дмитрий Александрович, раз уж мы заговорили про вышеупомянутое колесо обозрения, Ваша личная позиция по этому поводу? Вы знаете, позиция членов общественной палаты на совете палаты была неоднозначна. Неоднозначно. Примерно половина высказалась за то, что да, колесо обозрения, оно вот именно хорошо вписывается на театральной площади. Вторая часть говорила, да, колесо обозрения нужно, но давайте подумаем о, скажем, подходе к театральной площади и, наверное, не самое лучшее место. Я был среди тех, кто, в общем-то, высказывал мнение, что, скорее всего, я считаю, что колесо обозрения может располагаться на театральной площади. И у меня, в общем-то, были примеры сразу перед глазами из известных городов, где, в общем-то, установка таких же, скажем так, сооружений вызывала, ну, жесткие дискуссии. В том числе, скажем, это в историце Великобритании. Я был на конгрессе нейрохирургов и вертебрологов в Ливерпуле. Аналогичная картина. Ну, и ряд других городов, естественно. Вопрос неоднозначный. И перед тем, как принимать решение, администрация города Кирова все-таки стоила бы изучить общественное мнение. Но неоднозначно. Вот мнение общественной палаты по этому поводу у нас не сформировано. Есть мнение отдельных членов, и я, в общем-то, придерживаюсь, что оно имеет право существовать и располагаться на театральной площади. Ну, хорошо, давайте перейдем тогда ко второму вопросу. Я сразу скажу, что в нем собрано очень много в одном вопросе. Ну, давайте будем разбираться по частям. Вопрос от Олега. Секретарь общественной палаты Кировской области, то есть вы, поддерживает предвыборную кампанию партии «Единая Россия». Это его личная инициатива или поручение Совета Палаты, или он действует от имени Палаты без поручения? Я так понимаю, что в этой части вопроса речь идет о праймерис. Да, вопрос. Очень хорошо, что такой вопрос задали. Я еще раз повторю. На сайте общественной палаты опубликована официальная позиция общественной палаты по этому поводу. И с ней можно ознакомиться. Кроме того, я эту позицию еще раз, ну, скажем, с комментариями опубликовал в Фейсбуке, в социальной сети. Я отвечаю на эти вопросы. Мы обсуждали общую позицию, выработали, скажем, общую позицию общественной палаты на последнем пленарном заседании. Давайте конкретизируем, о чем идет речь вообще. Она заключается в следующем. Естественно, общественная палата не поддерживает никакую политическую партию. Общественная палата не поддерживает ни какого-то конкретного депутата, или кандидата в депутаты. Общественная палата, с учетом того, что праймерис, это, скажем, новая форма, ну, скажем так, дебатов кандидатов в депутаты, они очень понародные избранники, независимо от какой партии они будут взбираться, пока речь идет о том, что это предварительное голосование. То общественная палата считает, ну, скажем так, неправильно оставаться совсем в стороне, когда идет дискуссия по социально значимым, по общественно значимым вопросам. И мы принимаем участие, вот если говорить про данную партию, мы являемся наблюдателями сторонними. Ну, вообще, насколько я понимаю... Мы наблюдаем за дискуссией. И я действительно принимаю участие в организационном примитете по, скажем так, проведению праймерис, как наблюдатель. И я несколько раз акцентировал внимание в интервью, и эта позиция опубликованная, кстати, общественная палата, мы официально никакую, естественно, партию не поддерживаем. Почему это важно проговорить? Потому что часть кандидатов, часть членов общественной палаты, а на сегодняшний день, я не буду называть фамилии, но порядка трех-четырех человек, они изъявляют желание баллотироваться, быть кандидатами в депутаты. И с каждым отдельно мы переговорили, объяснили, что во время праймерис, во время дискуссии, интервью, если это идет речь о предвыборной кампании, все-таки должно быть мнение, личное мнение данного кандидата. И все с этим согласились. И вот данная позиция общественной палаты, она еще и закреплена в последнем протоколе кандидатного заседания. Дмитрий Александрович, Вы говорили, что, ну, об участии как раз общественной палаты в процедуре дебатов, кандидатов, точнее, нет, не кандидатов, а дебатов участников праймерис. Да, это даже еще не кандидаты. Да, это даже еще не кандидаты, это кандидаты к кандидаты. Кандидаты к кандидаты, точно, да. Масло масляное. Мне интересно... Активные граждане. В каком формате Вы видите участие общественной палаты в этих дебатах? Также в формате наблюдателя, в формате модератора, организатора? Вы знаете, ну, что касается организации, модерации, я думаю, что этим занимается соответствующая, скажем так, политическая партия. Нам интересен круг вопросов, которые обсуждаются. В общем-то, в повестке, в формировании повестки и обозначении каких-то, на наш взгляд, актуальных вопросов, я принимал участие и, в общем-то, высказывал про эту свою позицию, что часть вопросов надо обсуждать и поднимать. Хотя общая повестка, она какая-то была основная сформирована, по их мнению. Дальше, кроме формирования повестки, естественно, интересна позиция каждого кандидата. Они так или иначе являются жителями нашего региона, и в ближайшее время, ну, часть из них, так или иначе, будут либо депутатами Госдумы, либо они будут в законном собрании Кировской области. Поэтому мне очень важно для дальнейшего взаимодействия и выстраивания понимать и взгляд на тот или иной вопрос. Они, я считаю, что в рамках этих дебатов, они раскрываются, и, в общем-то, четко, я хотелось бы верить, что четко обозначают именно свою позицию. То есть, Вашу роль, Вы видите, собственно, как роль такого же слушателя, как все остальные люди, которые на них придут, эти дебаты. В то же время, кроме того, если не только слушателям, но и еще, наверное, роль рецепиента. Ведь наверняка во время дебатов, скажем так, кандидаты в кандидаты, они будут обозначать какие-то, на их взгляд, актуальные вопросы. И, может быть, по какой-то причине мы, я пойму, что мы недостаточно уделяем вот именно этому социально значимому вопросу внимания общественной палаты, мы можем взять его на рассмотрение. Это не политический вопрос, подчеркиваю, да, речь идет об общественных вопросах. То есть, не только понять, оценить кандидатов, не только участвовать в формировании повестки, но и понять, что мы можем взять и что мы упустили в нашей работе. Хорошо. У вопроса нашего слушателя Олега есть еще вторая часть, и эта вторая часть как раз посвящена соглашению с городской администрацией. Почему данные соглашения о сотрудничестве не отражены на официальном сайте палаты? Видимо, это идет речь о соглашении по сайту «Вместе Киров» и 500 голосах. Так, вот, что касается статьи о том, что такое соглашение подписано, она есть. Основной тезис вот этого соглашения отражена в этой статье на сайте общественной палаты. Выложено ли сейчас соглашение, я не могу сказать, но если оно не выложено, безусловно, мы его тогда выложим, чтобы наши жители могли почитать. Если говорить о том, зачем это соглашение нужно и... Зачем оно нужно? Да, зачем оно нужно? Вы понимаете, когда соглашение было подписано с правительством Кировской области и была планка 5000 голосов, ну, многие скептически выступали, а мы с Андреем и Сенковым говорили о том, ну, давайте, коллеги, подумаем. Это только начало. И 5000 голосов вряд ли будет планка достигнута, если она была достигнута, вопрос, ну, в крайней степени запущенности. И это даже не сайт жалоб, да, не надо подменять, скажем, возможности 59-го федерального закона в обращении граждан на никакой мере. Это сайт, ну, скажем так, такой... Общественных инициатив. Общественных инициатив, который создан не только для граждан, а для того, чтобы органы исполнительной власти на тот момент, да, органы муниципальной власти могли смотреть, это им в помощь, по сути дела, да, какой проблеме они уделяют, ну, не должная, скажем так, какой-то долю внимания. И как показываются инициативы, действительно, я вот сейчас на сайте Мистикеров не вижу, наверное, одной какой-то пустой инициативы, да. Какая самая популярная? Одни из самых популярных, безусловно, это колесо обозрения. Дальше это отремонтировать дорогу на улице Павла Корчагина. Она находится на втором месте, видимо, дорога... Сколько голосов за улицу Павла Корчагина? Вот, боёшь, все ошибиться, 64-65. Какой ужас. Все срочно на сайте Мистикеров.ру голосовать за ремонт улицы Павла Корчагина. Да. Затем увеличить количество умных остановок, ну, так называемых, видимо, с табло. Организовать карман для парковок автобусов, ну, и так далее. И когда... Естественно, что ни одна инициатива на тот момент не набрала 5000 голосов. Но стало понятно нам, что процесс запущен, но вот этот высокий порог является каким-то сдерживающим фактором для того, что, ну, многие же считают, ну, а зачем я буду за что-то голосовать и 5000 никогда не набрать. И когда мы обсудили с членами общественной палаты дальнейшее развитие, скажем, этого сайта, ну, и, поверьте мне, вопросы для повестки черпают, я надеюсь, не только органы исполнительной власти и органы муниципальной власти, ну, и общественная палата тоже в том числе, эти вопросы берут себе повестку заседания. Когда мы увидели, что большинство вопросов у нас касаются деятельности муниципалов, мы приняли решение, скажем так, подписывать соглашение с самым крупным муниципальным образованием с администрацией города Кирова. И сразу могу сказать, что в первом диалоге, который состоялся с главой города, я предложил, вот, я вижу, что это было 100 голосов. Я понимаю, что я их напугал. Вот, после этого, ну, начался такой процесс дискуссии, нам нужно объяснять, что, да, элементарная модерация на сайте проходит, что это сайт инициатив о том, что, как правило, это проблема муниципалитета, и что в подписании соглашения, вот, органы муниципальной власти заинтересованы, наверное, никак не меньше, чем общественная палата. По крайней мере, доступ открытый, они могут зайти и посмотреть, да, какие инициативы, сколько голосов набирают. И это не закрытое голосование. Все, еще раз повторю, проходят минимальную регистрацию. Дмитрий Александрович, а то, что городская администрация, вообще подписала это соглашение с общественной палатой. Как вы считаете, это шаг навстречу, или это предвыборная кампания просто уже началась? Я вот ждал этот вопрос, действительно. Вы знали, что он будет? Да, я знал, что он будет. Я сам себе его задавал, но дело в том, что дискуссия об этом началась, наверное, месяца, может быть, два-три назад. И тогда еще, наверное, предвыборная кампания не была на столь актуальна. Не было тех внезапных весенних проблем, которые сейчас так живо обсуждаются на сайте, в том числе в Мистикеров. И тогда мне хотелось больше останавливаться, что это не предвыборное подписание все-таки. Ну, так или иначе, оно подписано, и то количество голосов, которое окружено в соглашении 500, оно вполне достигаемое. Но оно, да, не выглядит заоблачным. Да, и по крайней мере, меня спрашивают, скажите, я читаю комментарии каким-то там материалом, ну, а зачем это надо, если каждый может обратиться? Ну, отвечу, да, действительно, каждый может обратиться, он получит ответ. Ну, это инициатива, которая в соответствии с соглашением должна быть рассмотрена, она находится на публичном ресурсе и собрала достаточно много голосов. Для того, чтобы ее отклонить, ну, я скажу достаточно смело, нужно какие-то очень веские аргументы, да, ну, или, ну, скажем так, большую смелость. Ну, скажем так... Чтобы не уделить внимание вот этой инициативе, собравшей большое количество голосов. Причем мы же понимаем, что потенциальных жителей, которые могли проголосовать, больше только, ну, не все прошли регистрацию. Мы тоже думали, это нужна, не нужна, но, естественно, отменяя регистрацию, здесь сайт бы превратился, может быть, ну... Ну, премодерация нужна, одним словом, понимание. И вот, когда стало 500 голосов, мы увидим, что с 217 голосов, да, фактически с последнего пленарного заседания, меньше, чем, там, 10 дней, у нас плюс, там, 150, да, 149 голосов я смотрел на утро. Я думаю, это хороший темп. Вот, и, ну, скажем так, я думаю, что администрация понимает, что 5500 голосов, ну, это уже такая некая запущенность вопроса, нужно его регулировать, обсуждать и решать намного раньше. Подобное... Подписание подобных соглашений мы пока не обсуждали ни с каким-то другим муниципальным образованием, но я думаю, что с другими крупными муниципальными образованиями, городами, Кирово-Чепецка, например, Слободской, вот, ну, в ближайшее время, возможно, мы такое предложение от общественной палаты в адрес администрации сформулировали. Я думаю, это вполне разумно, чтобы этот ресурс стал такой единой площадкой выражения, скажем так, общественного мнения. Вот, Дмитрий Александрович, есть у меня доля скепсиса изрядная, и она от некоторых экспертов наших исходит. В частности, вот, неделю назад на вашем месте сидел вице-спикер УЗС Михаил Курашин, и он говорил о том, что этот ресурс вместе-киров.ру или вместе-киров.рф будет популярен и востребован, если проблемы будут действительно решаться. Вот, подождите, я сейчас договорю. Взять, например, эту же улицу Павла Корчагина. Михаил предложил, давайте за эту инициативу проголосует 500 человек и посмотрим на действия администрации. Отремонтируют, значит, администрация слышит, граждан, ресурс работает. Не отремонтируют, значит, извините, увы и ах. Вот, вы сами как считаете, вот наберет, например, ремонт этой дороги 500 голосов. Дальше что будет? И чем это закончить? Я немножко по-другому отвечу на вопрос. Мне знакома позиция Михаила и по данному вопросу. Где-то схожая позиция по другим темам, которые мы будем сегодня обсуждать. Но, вы знаете, я спрошу по-другому, скажите, каким образом, кто высказывает такую позицию, видит способ влияния на повестку? Ну, вот нет этого ресурса. Нет возможности дать администрации города Кирова понять, что эта проблема актуальна, что она значима. 59-й федеральный закон обращения граждан, выступление где-то в рамках организованных круглых столов, на какой площадке? Ну, вот, если не это, то что? Поэтому я сторонник того, что если мы говорим, что это плохо, вы скажите, как хорошо, обсудим. Нужно было прийти и сказать в общественную палату, скажем, ну, либо ко мне. Вот, Дим, ты знаешь, наверное, вот это неправильно. Ну, вот, а правильнее и эффективнее в данной ситуации вот так. Но другого предложения я не знаю. Ну, посмотри-ка, ну, хорошо, да, давайте. Да, теперь что касается... Решения проблем. Решения проблем. То есть не только сформировать повестку, но и решить проблему. Вы знаете, после того, как, скажем, Павла Корчагина, там, или количество умных остановок звучит, где-то я видел публикацию, что количество умных остановок будет там увеличено. Ну, возможно, это план, не зависящий от инициатив, возможно. Но, так или иначе, все говорят про дефицит бюджета. Вы знаете, действительно, денег всегда не хватает. И самая простая позиция — это не делать чего-то, относя это к дефициту бюджета. Но когда проблема становится актуальна, наверное, и значима, а значима благодаря, в том числе, и ресурсу, про который мы говорим вместе, Киров, возникает вопрос о выстраивании приоритетов финансирования. Хотя я не думаю, что то, на чем приходится экономить, оно может быть намного менее значимо, если так можно выразиться. Но здесь уже идет не только вопрос о выстраивании механизма экономии, но и выстраивании механизмов приоритетов. Если бы была какая-то инициатива на сайте Мистикеров, для меня очевидно, я постараюсь мыслить со стороны, скажем, администрации. Если я вижу там пять инициатив, и одна инициатива набирает сто голосов, которые касаются, скажем так, расходования средств на бюджет муниципалитета, и на нее денег нет. А есть инициатива, которая, ну, тоже по мнению органов муниципальной власти, она значима, но она набирает всего лишь три голоса. Скажите, возникает вопрос, правильно ли мы распределить эти средства? Наверное, да. Поэтому подобный ресурс, он должен существовать. Насколько он будет эффективный, и прям вот прямым инструментом набрала инициатива пятьсот голосов, и она будет реализована, я не уверен. Ну, понятно, что все упирается в деньги, да? Естественно, да. Это самое, проще всего объяснить, у нас нет денег. Ну, хорошо. Вот, Дмитрий Александрович, набрала инициатива пятьсот голосов, и ее рассмотрела администрация города Кирова. Ну, возьмем пресловутую дорогу. Владимир Васильевич говорит, знаете, на ремонт этой дороги нужно N миллионов рублей. Извините, в бюджете этих денег нет. Дальше, какие будут ваши действия? Вы к нему пойдете объяснять про приоритеты финансирования? Нет. Я думаю, что эта инициатива наберет дальше тысячу голосов, мы ее поднимем на другой площадке. Естественно, мы обсудим с администрацией города Кирова, попросим, ну, попросим нам представить какие-то, скажем, весомые аргументы, почему нет. Попытаемся обсудить, за счет чего можно хотя бы, ну, скажем, провести не полный капитальный ремонт, да, а ремонт каких-то особенно пострадавших участков дороги. Я думаю, в любом случае, вот именно этот информационный ресурс будет являться основой для продолжения дискуссии и решения этого вопроса. Хорошо. Давайте коротко еще обратимся к третьему вопросу на сайте хакирова.ру. Он очень длинный, я его не буду зачитывать полностью, но Дмитрий Александрович до эфира его прочитал, обращается депутат сельской думы поселка Зингино. Дмитрий Александрович, ответьте, пожалуйста, в трех словах Валентине, кому ей надо обратиться, чья это компетенция, чтобы не оставлять вопрос без ответа. Чтобы жителям было понятно, вопрос касается дефицита врачебных кадров на селе, вопрос должен быть адресован. Первое, это руководителю центральной районной больницы, в данном случае, я так понимаю, что у Реческой центральной районной больницы, ну и Министерства здравоохранения Кировской области. Можете ли Вы на это влиять, как секретарь общественной палаты? Ну, безусловно, у нас есть комиссия по вопросу здорового образа жизни, мы можем влиять, но тут я уже скажу, как практика. Вы знаете, правда, дефицит кадров существует. Вот, и это тема отдельной передачи, мы обсуждали, здесь есть и меры финансовой поддержки кадров, приехавших на село, это и миллион на селе, да, специалистов с высшим образованием, это и другие меры на уровне субъектов социальной поддержки. Но, как ни странно, разговаривая со студентами, многие не готовы ехать работать в районы нашей области по причине, ну, скажем так, по их мнению, отсутствия инфраструктуры. Это разная, это такая комплексная проблема, и нехватка специалистов, которую надо обсуждать, но так или иначе, в разных, опять же, районах области она стоит с разной остротой. Это зависит от активности администрации района и от активности конкретного главного врача. Поэтому, я думаю, что и все решают эти проблемы с различной эффективностью. Ну, то есть, к главному врачу Оречевской ЦРМ? Центральной районной больнице, да. Хорошо. Вот нам сейчас, к сожалению, нужно уйти на рекламу. Во второй части мы будем обсуждать законы об общественном контроле. Это законопроект Дмитрия Александровича. Не переключайтесь, мы скоро вернемся. Мы возвращаемся в эфир. Это программа «Особое мнение». Меня все так же зовут Кирилл Афанасьевна. Против меня все так же Дмитрий Курдюмов, секретарь общественной палаты Кировской области и главный врач Центра травматологии, ортопедии и нейрохирургии. Дмитрий Александрович, давайте во второй части поговорим про законы об общественном контроле. Я до рекламы назвала этот законопроект вашим. Вы потом сделали ремарку, что он выстраданный. Давайте поговорим предметно. Был принят федеральный закон об общественном контроле, который регламентирует тему в масштабе страны. У нас в регионе есть региональный законопроект. Чем он отличается от федерального? Что он в него добавляет? Ну, сразу хочу сказать, вот сегодня был у меня ряд звонков, потому что я иду как раз после передачи выслушать мнение и комментарии юристов аппарата законодательного собрания по поводу этого законопроекта, который будет завтра рассмотрелся рабочей группой. Он ничего не добавляет. Он разработан, я акцентирую внимание, вот этот проект закона строго в рамках федерального закона, 212 федерального закона об основах общественного контроля. Безусловно, мы, этот закон подробно отражает те статьи, которые федеральный закон отсылает... Наутку региона, да? Да, что должно быть регулировано законами субъектов. Приведите конкретный пример. Законами субъектов. Это организационная структура субъектов общественного контроля, да, которая, в общем-то, региональная инспекция, группа регионального общественного контроля. Но я сейчас немножко об этом чуть позже. Я хотел сказать, что он ничего не добавляет. Он только регламентирует то, что нужно сделать на уровне субъекта. И дело в том, что на сегодняшний день федеральный закон 212 ФЗ – это не единственный федеральный закон, который регламентирует мероприятие по общественному контролю. О, еще у нас есть ряд других федеральных законов, скажем, действующих. Но сейчас один из, наверное, для общественных палат регионов важных – это закон региональных общественных палатов. Он прошел первое чтение в Государственной Думе. Он был внесен Советом Федерации. 25 марта он прошел первое чтение. В течение 30 дней сейчас будут, в общем-то, в него вноситься какие-то предложения по поправкам и так далее. Так вот, там предусмотрено, у нас, здесь у нас федеральный закон, не совсем однозначен в нескольких моментах. Это что касается не только объектов общественного контроля, но это и субъектов общественного контроля. Например. Субъекты, кто имеет право проводить общественный контроль. Ну вот, мы пытались конкретить, мы конкретизировали в проекте закона все эти понятия. Субъекты общественного контроля – это Общественная палата Кировской области, Общественные советы при законодательных представительных исполнительных органах государственной власти Кировской области, Общественные советы при муниципальных образованиях, Общественные советы при федеральных органах государственной власти. Так вот, это все сложный на слух. Скажу точно, здесь нет общественных советов при территориальных органах, федеральных органах исполнительной власти. Хотя они сейчас формируются, но и даже не полностью регулированы нормативные права базы формирования общественных советов. Вот 601 указ президента как раз указывает федеральному органу республики на власти сформировать общественные советы с участием общественных палат. И многие говорят, что здесь нет территориальных. На что я отвечаю? Скажите, если бы была бы общественная палата, то тогда наверняка речь не только про ПРФ. И это регламентировано в соответствующем федеральном законе 32 ФЗ. Но если речь идет про общественные палаты, то это общественные палаты субъектов Российской Федерации. В общем-то и разные органы субъектной власти федеральной, они по-разному трактуют. Ну и в этом году, ну такой еще пока информации в узком кругу, вот этот как раз механизм должен быть регламентирован. И с участием главного федерального инспектора Паркировской области, Климов Владимировича, мы этот вопрос хотим сейчас, ну по крайней мере, поднять и обсудить с представителями территориальных органов, федеральных органов субъектной власти. Дмитрий Александрович, вот такой вопрос. Есть очень неравнодушный человек, которого волнует конкретная тема. Возьмем эти же пресловутые дороги, который приходит к вам в общественную палату и говорит, друзья, Дима... Хотим контроль провести, спасибо. Проведите, пожалуйста, общественный контроль по данной теме. Вы знаете, федеральный закон, который, 217 федеральный закон, он изначально, по мнению Лосова Леча Гриба, одной из разработчиков, членов ПРФ, он заключал больше 120 статей, он 128. В конечном итоге 100 статей ушло, да, потому что, ну, как он сказал, это такой компромиссный вариант, который удалось достигнуть, многое было удалось под субъектом. И из первоначального варианта, из субъектов общественного контроля исчезли граждане. Мы... Дело в том, что федеральный закон четко определяет перечень субъектов общественного контроля, да, тех, которых я зачитал. Добавит толкование еще и закон о региональных общественных палатах. То есть после его принятия наверняка еще должна будет пройти какая-то корректировка, но на этапе согласования, я думаю, мы это уже примут федеральный закон раньше, чем будет доработан региональный закон. Но в региональном законопроекте... Да, сейчас я как раз закончил... Про общественного контролера. Да, для меня было принципиально важно, чтобы там появились граждане. И как субъекты контроля граждане не могли появиться. Почитав законы субъектов, в одном из законов субъектов РФ я увидел, где граждане являются субъектами общественного контроля, но я не берусь здесь говорить, и я увидел такую форму общественного контроля, как общественное расследование. Форма контроля. Но формы общественного контроля, они тоже определены федеральными законами, либо данными федерализмами, либо другими. И мы попытались ввести не форму общественного контроля, а мероприятие, которое может предшествовать организации общественного контроля в каких-то формах, это общественное расследование. Так вот, этот федеральный закон, 1012 и закон субъекта, в нем есть такая понятие, как инициатор общественного контроля. Есть субъект, есть объект, есть инициатор, есть организатор. В общем-то, все достаточно сложно на слух. То есть человек, который к вам придет и скажет, проконтролируйте эту тему, он инициатор. Инициатор, да. Так вот, граждан не было в перечне инициаторов. Мы их включили в качестве инициаторов не формы общественного контроля, а вот предшествующие процедуры, общественному расследованию. И такая форма в проекте закона, она в каких-то условиях отражена. И я очень надеюсь, что рабочая группа поймет, что граждане, в принципе, они должны иметь возможность участвовать, быть инициаторами, если не форма общественного контроля. То вот они должны иметь возможность, граждане, группа граждан, участвовать в, скажем так, давать... Ну, упрощенно, скажем, инициировать мероприятие общественного контроля. Да, инициировать хотя бы мероприятие о принятии решения о необходимости проведения общественного контроля. Общественный контролер кто такой? Общественный контролер? Ну, наверное, я не так отвечу. Где граждане, да? В каких формах граждане будут участвовать? Надо сказать, что и граждане, и некоммерческие организации, они участвуют в проведении общественного контроля, граждане в составе субъектов общественного контроля и лично в качестве общественных проверяющих, общественных экспертов. Это предполагает федеральный закон, здесь как угодно вот этого толкования нет. Как можно стать общественным проверяющим? Общественные проверяющие, есть, ну, скажем, какие-то квалификационные требования отсутствуют, но общественные проверяющие становятся в соответствии, вот в нашем проекте закона, в соответствии с регламентом субъекта общественного контроля. Это общественные советы, общественные палаты Кировской области. То есть, так скажем, его может назначить общественная палата или общественный совет? Я думаю, что его могут выбрать и включить в качестве проверяющего, либо в качестве общественного эксперта. Ну, общественный эксперт и эксперт, это человек, обладающий экспертным мнением, да, каким-то, если он отвечает... Профессионал в данной отрасли. Совершенно верно. Если он является профессионалом в данной отрасли, то отрасль, то он может быть общественным экспертом. И если он отвечает каким-то, ну, другим, немногочисленным, базовым, скажем так, составляющим, он совершеннолетний, там, у него отсутствуют, там, какая-то сейчас, другие ограничения незначительная, то он может быть общественным проверяющим. Хорошо. Какие организации, кого можно проверять? Тоже вопрос достаточно сложный. Вот федеральный закон 211 пишет, что это органы государственной власти, органы муниципальной власти, организации и иные организации, осуществляющие с федеральными законами отдельные публичные полномочия. То есть, например, мупы, это могут быть? В законах других субъектах, да, урегулировано проведение общественного контроля в муниципальных учреждениях. Но если этот федеральный закон, 212, еще оставляет какое-то двойное толкование, я почему назвал закон о региональных общественных палатах. Там написано, что конкретно один субъект общественного контроля, это общественная палата региона, проводит общественный контроль, это то, что вышло после первого чтения, проводит общественный контроль в муниципальных, в органах муниципальной власти, в учреждениях и в территориальных органах, федеральных органах исполнительной власти. Ну, то есть, например, честная формата... Сейчас я объясню, да, действительно. Извините, я перебиваю, да, тема очень актуальная. Давайте, Дмитрий Александрович, осталось у нас 4 минуты. Я поэтому пытаюсь все положить в 4 минуты. То есть вы можете проверить налоговую. Дело в том, что действующий пока федеральный закон дает одинаковые возможности для всех субъектов общественного контроля. Причем нет однозначного толкования по регионам по перечню субъектов и нет однозначного толкования по перечню объектов общественного контроля. То есть вот тех, кого назвали, кого проверяют. Но проект федерального закона о региональных общественных палатах, по крайней мере, в отношении одного субъекта общественного контроля, это региональных общественных палат, данное двойное толкование исключает. Он однозначно дает такую возможность. Так, скажите мне, пожалуйста, могут ли общественные контролеры проверять МУПы, проверять федеральные органы исполнительной власти, такие как Налоговая инспекция, Роспотребнадзор, Дорожный фонд пресловутый? Вот я считаю, что да, и иных органов и организаций, расположенных в Кировской области, осуществляющихся в соответствии с федеральными законами, отдельно публичную полномочию, да. И у кого есть сейчас по этому поводу сомнения, они будут решены, я думаю, что в ближайшие два месяца после еще раз выхода федерального закона о региональных общественных палатах, который сейчас будет принят 25 марта в первом чтении. Там однозначно написано, что такие субъекты общественного контроля, как общественная палата регионов, могут проверять все вышеперечисленные. Да, те, в кого вы перечислили. Инстанции. Поэтому, да, вот исходя из этого, достаточно сложный федеральный закон, некоторые статьи допускают двойное толкование, но в части некоторых субъектов и некоторых объектов общественного контроля, я думаю, что вот было мнение о том, что давайте будем дописывать 212 федеральный закон, и было принято, говорили разработчики, ну зачем мы только его приняли, давайте не будем корректировать. Я вижу, что эти теперь попытки, скажем, в отношении конкретного субъекта, это региональная общественная палата, это не общественная палата Кировского, все региональные общественные палаты, такие попытки предприняты, и сейчас эта работа, скажем так, по принятию этого законопроекта, федерального закона она идет. И, по крайней мере, если будет какое-то двойное толкование, могут ли общественные советы при органах исполнительного власти Кировской области проверять федеральные учреждения, могут ли они проверять все общественные советы, являющиеся субъектами контроля в рамках 12-го федерального закона, другие, ну скажем так, вышло бы вами перечисленные организации, то в отношении общественных палат, субъектов, такого двойного толкования после принятия не останется. То есть общественная палата субъекта однозначно может? Сможет однозначно. Хорошо, Дмитрий Александрович, одна минута осталась, последний у меня вопрос. Вот, допустим, провели общественный контроль, что дальше? Какая реакция от объекта контроля должна последовать на заключение? Что касается регионального закона, он регламентирует проведение, то есть как-то систематизирует процедуру проведения общественных контролей. Запрос информации, порядок посещения организации, доступ, да, он все прописывает и вполне, в общем-то, здравые, ну скажем так, правила, потому что этот закон на основе федерального закона. И в федеральном законе не после каждого вида общественного контроля субъект контроля обязан готовить какой-то документ даже. После общественного мониторинга нет такой обязанности. Нет, я имею в виду, как проверяемые госорганы должны реагировать на результаты общественного контроля. Чтобы органы реагировали, к ним нужно представить материал проверки. Вот, федеральный закон, 10.12 ФЗ, не предполагает, нет обязанности у субъекта контроля по каждой форме даже готовить такие материалы. Мы это конкретизировали в проекте закона субъекта. Дальше мы написали несколько жестко о том, что все органы исполнительной власти обязаны рассматривать и присылать материалы субъектам контроля по итогам проверки. Тоже должен быть документ, который должен быть рассмотрен. Ну, то есть, получается, они должны рассмотреть итоги общественного контроля, но принимать их или не принимать в работу, учитывать или не учитывать в работе, это остается наутку. Совершенно верно, это рекомендательный характер, да, наутку, но в то же время субъекты контроля вправе, если они видят явное нарушение каких-то общественных прав, они вправе данные документы, в общем-то, и направлять другие надзорные органы. Я предлагаю на этом закончить. К сожалению, у нас кончилось время. Это было особое мнение Дмитрия Курдюмова, секретаря общественной палаты Кировской области, главного врача Центра травматологии и ортопедии нейрохирургии Дмитрия Александровича. Спасибо за эфир. Спасибо. Эфир для Вас вела Юлия Аханасьева. Всего доброго и до свидания.